На протяжении весны и лета футбольные коллективы из разных городов Брестской области сражались, чтобы получить пропуск в финальный этап турнира «Кожаный мяч» республиканских соревнований на призы президентского спортивного клуба. Сегодня в завершающем турнире области в футбольном спарринге встретились пять команд. Это победители региональных баталий. Кроме брещан, боролись за звание чемпиона в области футболисты из Пинска, Жабинки, Драгична и города Барановичи. Не побоюсь сказать, что это, наверное, первая ступенька, в принципе, к профессиональным занятиям спортом, потому что в судействе таких соревнований все-таки принимают участие люди, которые профессионально занимаются. И наиболее перспективные детки, они действительно могут в будущем попасть в спортивные школы, в ассоциацию футбола и проявить себя на более широкой арене. То есть это первоначальная ступенька в действительно большой футбол. Футбол стал в последнее время очень популярен. То есть очень много болельщиков приходит на матчи футбольного клуба «Динамо-Брест». И действительно, футбол, он развивает ребят. Они играют. И мы видим здесь вот заряженные ребята на борьбу, на победу. И мне кажется, турнир будет очень интересным. В каких условиях играют в футбол, напоминать не нужно. Не совсем приятный сюрприз игрокам и организаторам матча подготовила погода. Однако проливной дождь и вязкое поле не помеха для создания настоящей спортивной атмосферы. В деле важна игровая форма, азарт и стремление побеждать. Этого у юных спортсменов не отнять. Футбол играю в садико еще, но мне очень нравится. Это лучшая игра в мире. Я хочу стать профессиональным футболистом. Для начала хотя бы в Белорусской лиге. А потом? Ну, а потом уже и выше. Я раньше занимался волейболом. И мне такие друзья говорят, иди поиграй в футбол. Я начал играть с ними, у меня не получалось. Они мне всегда говорят, что я буду чего-то добиваться. Меня отправили в академию, и я начал добиваться. И играл пару на соревнованиях. И потом этим друзьям просто говорю спасибо. История турнира «Кожаный мяч» ведет свой отчет со времен Советского Союза. Она насчитывает около полувека. Больше 40 лет назад такие легендарные личности советского футбола, как Лев Яшин и Виктор Понедельник, стали инициаторами первенства. Почему традиции сохраняются, и эти соревнования остаются актуальными среди молодежи даже спустя столько лет. Потому что «Кожаный мяч» – это шанс стать ближе к мечте, ближе к большому футболу. Заинтересованность организаторов в том, что как можно больше привлечь детей разного возраста. Не только старших, но и помладше. Для них создаются условия. Они играют на уменьшенных площадках, они играют уменьшенными мячами. Это один из пунктов популяризации футбола. На данный момент они борются за выход в финал, который пройдет в городе Минске в сентябре месяце. И уже там будут определяться победители в трех возрастных группах.